Почему победы умного голосования в Томске и Новосибирске имеют для нас совершенно особенную ценность? Томск и Новосибирск так важны, потому что там на выборах избрались в городские думы наши координаторы Ксения Фадеева и Сергей Бойко. Фадеева и Бойко это не просто активисты, не просто региональные политики. Это люди, у которых официальное и единственное место работы называется координатор штаба Алексея Навального в Томске и Новосибирске соответственно. То есть у них буквально на лбу написано, мы здесь от Навального. И вот нам говорит вся пропаганда, у Навального 2%, его никто не поддерживает, он интересен только московским хипстерам, за пределами Садового кольца никому не нужен. А вот на практике идут на выборы ребята, которые всей своей агитацией говорят, я координатор штаба Навального в вашем городе, а теперь хочу быть вашим депутатом, вашим представителем. Ведь Фадеева и Бойко в ходе своих избирательных кампаний не говорили про лавочки, детские площадки, про благоустройство дворов. Они говорили про политику. Они говорили, что идут в городскую думу, чтобы не давать единороссам воровать. И каждый из них выиграл в своем избирательном округе. Бойко набрал 44% голосов, Фадеева 41% голосов. Каждый из них, по сути, это ведь тот самый человек, которого Киселев и Соловьев клеймят с утра до вечера, называют нацпредателем, иностранным агентом. И вот они в обычном районе, в обычного российского города, среди обычных панельных многоэтажек, ведут политическую кампанию против Единой России и выигрывают. Так поймите, это же полностью опровергает всю кремлевскую пропагандистскую риторику последних лет. Ставит все точки над «и» и в вопросе о популярности Алексея Навального, и в вопросе о популярности Путина и его Единой России. Понимаете, нельзя быть большим антипутинцем в масштабах России, чем Алексей Навальный. Навальный настолько важный враг для Путина, что Путин его приказал убить. Соответственно, нельзя быть большим антипутинцем в масштабах региона, чем координатор регионального штаба Алексея Навального. Сергей Бойко – это главный антипутинец Новосибирска. А Ксения Фадеева – главный антипутинец Томска. И вот они с этим идут на выборы и выигрывают. Давайте посмотрим шире. Вот в Тамбове не пустили на выборы нашего координатора Диану Рудакову. Совершенно по беспределу забраковали все подписи, до того нагло, что даже подпись ее мужа признали ненастоящими. В Ижевске не пустили нашего координатора Ивана Елисеева, в Нижнем Новгороде Романа Трегубова, в Воронеже Евгения Карпова. То есть четверых координаторов штабов Навального просто не пустили на выборах. А пятерых пустили Илью Данилова в Липецке, Александра Зыкова в Костроме, Семена Кочкина в Чебоксарах, ну и вот Ксению Фадееву в Томске и Сергея Бойко в Новосибирске. И какой результат? Из пяти наших координаторов двое победили, а трое заняли вторые места в своих округах. Соответственно, единороссы, наоборот, в этих округах получили три первых места и два вторых. О чем говорит нам этот результат? Ну, это результат второй политической силы в стране. Получается, ведь там, где мы участвуем, мы занимаем либо первые места, либо вторые. Это еще при том, что у Кочкина украли просто победу. Абсолютно наглые фальсификации. Так о каких же тогда двух процентах поддержки идет речь? Вот Навального пустили на выборы мэра Москвы. 27 процентов даже по официальным данным. Второе место. Бойко пустили в прошлом году на выборы мэра Новосибирска. 20 процентов и второе место. Сейчас пустили пятерых на выборы. Два первых места, три вторых. Поэтому и не пускают. Поэтому и не дают нам много лет партию зарегистрировать. Потому что мы их побеждаем на выборах. Команда Навального. Это не про хипстеров Садового кольца. И не про 2 процента. Это политическая сила, которая борется за широкую поддержку граждан, борется за лидерство. И у которой это получается. Против нас у Единой России остались, по сути, только административный ресурс. Пеньки Эллы Памфиловой. Недопуск на выборы. Ну и, конечно, массовые фальсификации. А больше ничего у Путина и не осталось. Так что мы продолжим. Каждое наше участие в выборах вгоняет новый осиновый кол в крышку гроба Единой России. Оставайтесь оптимистами. Подписывайтесь на мой канал. И задавайте новые вопросы. Я отвечу на них в следующих выпусках. Продолжение следует...